Привет, друзья! Я сегодня хочу вам показать свои баклажаны, которые в этом году у меня росли на улице вот в таком парничке под самым тонким укрытым материалом. Показать, что в результате у меня получилось и рассказать вам, как я вообще за ними в течение всего сезона ухаживала. Сейчас мы открываем парник и будем смотреть. На этой грядке у меня высажены гибриды баклажанов. Это вот король севера. И Андрюша. Их я сеяла при вас 23 февраля. Тоже они были посеяны сначала в горшочке, а затем я их также перевалила в пакеты. Вот они как сейчас выглядят. Видите, у них уже какие хорошие лопушки, листочки. То есть я считаю, что они довольны жизнью. Все с ними в порядке. Баклажаны я, в отличие от томатов, поливаю почаще, потому что они все-таки любят более такую влажную среду. Но не переливаю, конечно, тоже. И смотрю, как вот только верхний слой у меня начинает грунта подсыхать, пакетики становятся полегче. Я их и поливаю. Во время выращивания рассады три раза я ее подкармливала. Первый раз начала подкармливать, когда вот на рассаде появился второй настоящий листочек. Подкармливала я биогумусом для рассады. Очень мне нравится эта подкормка. И потом еще через две недели такую же подкормку провела. И уже третий раз я их подкормила примерно где-то за две недели до высадки в открытый грунт. Планировала я свои баклажаны высадить на грядку в середине мая, но немножечко на недельку попозже высадила, пока мы сделали вот этот новый парничок. Это было 22 мая. При высадке рассады в лунки я ничего не добавляла, так как земля здесь у нас свежая, очень много компоста добавлено в грядку, и этого было им вполне достаточно. Высажены они у меня в шахматном порядке примерно на расстоянии где-то 45-50 сантиметров друг от друга. И что вот хочу сказать. Значит, после того, как я баклажаны высадила, все прекрасно, они дружно у меня продолжили расти, но у нас в начале июня внезапно пришли заморозки в среднюю полосу. Давно такого не было, в этом году вот так произошло. И баклажаны мои посинели. Причем посинели баклажаны не сами, конечно, а листья. Стали у них синие. То есть растение в холодную погоду перестало усваивать фосфор из грунта. А фосфор – это очень важный элемент, который отвечает и за развитие корневой системы, и также участвует в процессах фотосинтеза. И вот что я сделала. Я их в срочном порядке подкормила костной мукой, потому что в костной муке как раз-то очень много в первую очередь именно фосфора. Подкормила я свои баклажаны сухим способом, то есть не разводила костную муку, а просто просыпала под каждый кустик по одной столовой ложке костной муки. И также в этот же день я опрыскала свои растения по листу, это эпином, так как это у нас отличный стимулятор роста, и антистрессовый препарат как раз-то он хорошо помогает растениям переносить условия заморозков. И очень быстро мои баклажанчики пришли в себя, у них стали отрастать новые хорошие зеленые листочки, то есть благополучно именовали мы этот период. Также еще в июне месяце, через две недели, я провела подкормку баклажанов. Это обычным зеленым удобрением. Надо было им дать немножечко подкормку именно азотной, так как же у баклажанов, видите, какие здоровые крупные листья, то есть надо было, чтобы они вот именно нарастили зеленую массу, а потом уже благополучно зацветали. Хотя уже на некоторых баклажанах у меня и до этого уже висели завязи, я даже рассаду несколько штук высаживала уже с завязью, но все равно надо было помочь им продолжить хорошо и активно развиваться. В июле месяце я проводила три подкормки, то есть я обычно все подкормки провожу каждые две недели. И значит в июле у меня одна подкормка была, это опять же костной мукой вместе с золой, уже в жидком виде я проводила такую подкормку. Я в это время подкормила как раз вообще все свои овощные культуры в огороде. Затем один раз я их подкормила зеленым удобрением, и в конце июля я уже подкормила свои баклажаны гуматом калия, потому что началось уже хорошее такое активное плодоношение, и в гумате калия, помимо того, что там есть небольшое содержание самого калия, и там еще и целый комплекс микроэлементов, как раз вот то, что необходимо для хорошего развития растений. А баклажаны же вообще очень любят поесть, поэтому всегда надо внимательно следить вот именно за правильной, вовремя внесенными подкормками. И вот уже в августе месяце я один раз, единственной подкормила свои баклажаны, это золой. Разводила вот я стакан золы на 10 литров воды и проливала свои растения. Больше никаких подкормок я не проводила, потому что, в принципе, вот как вы сейчас можете видеть, баклажаны и так себя прекрасно чувствуют, и хорошо они растут, развиваются. Значит, что касается, как формировала ли я свои кусты или нет, какой, как таковой, какой-то специальной формировки я не проводила. Единственное, что я делала, это я удаляла нижние листья до развилки, вот здесь вот даже видно, где были удалены нижние листья, и также образующиеся пасынки, потому что на баклажанах пасынки образуются довольно-таки очень активно и часто вот чуть ли не по принципу, как у томатов. И если я видела, что у меня где-то появлялся цветочек, и вот этот цветочек затенял листик, то обязательно убирала этот лист, потому что все-таки вот цветы и завязи хорошо у баклажанов развиваются именно, когда на них попадает солнце. В тени этот процесс происходит гораздо хуже. Поэтому вот я что хочу сказать. Вот каких-то вот таких вот серьезных моментов, каких-то сложностей вот в выращивании баклажанов я абсолютно не заметила. Все прекрасно развивается и растет. Заодно хочу сказать большое спасибо всем тем, кто посоветовал мне именно вот баклажан-король севера. Это действительно настолько он мне прихотливый, нетребовательный. Посмотрите, сколько висит плодов. И это если учесть, что я уже много собирала баклажанов, много заготовок делала. Смотрите, какие хорошие они, баклажанчики, висят. Вот чем мне еще нравится для заготовок, очень удобно его нарезать вот именно прямо вот колечками. И также еще большое спасибо тем, кто подсказал, что все-таки баклажаны действительно лучше удаются не в теплицах, а в открытом грунте. В теплице я тоже высаживала баклажан, вот Андрюша, два кустика, я показывала. Ну, там вот урожай, ну, не сказать, что бы. Ну, было у меня там буквально шесть штучек, я, да, с двух кустов собрала баклажанов, и все. И они больше там и даже перестали цвести, и больше там баклажанов не было. То есть вот весь мой основной урожай, это вот именно вот здесь вот на улице, в Парничке. Меня вот спрашивали, кстати, можно ли прищипывать, обрезать макушки у баклажанов. Вот когда вот я как раз вот перцы вам показывала, для того, чтобы вот прекратить их рост, для того, чтобы у нас развивались уже сформированные завязи. Да, в конце сезона, где-то примерно за месяц, но за четыре недели до наступления холодов, тоже так же можно сделать. То есть вот мы берем, например, вот видите, вот висит маленький еще баклажанчик, и мы также вот у него удаляем саму верхушку, прищипываем ее, оставляем буквально два листочка над ним, для того, чтобы у нас вот именно все питание уже не уходило дальше, не давало рост растения, а вот именно для того, чтобы у нас вот уже существующие завязи скорее наливались и спели. Еще такой момент. Когда вот вы, ну это для тех, кто вот только недавно выращивает баклажаны, когда вот у вас баклажаны уже начинают зреть, не передерживайте их, пожалуйста, на кустах, снимайте вовремя, потому что переспелые баклажаны, это тоже не очень хорошо, потому что в кожуре баклажанов накапливается очень много солонинов, а это все-таки считается ядом, и если мы с вами будем такие плоды есть, это не очень хорошо. Лучше, даже вот если вы видите, что баклажан, ну практически уже созрел, лучше вы его снимите. Это вот по принципу, как вот мы когда собираем молодые кабачки, они гораздо вкуснее. Также у нас и с баклажанами. У них и семена более такие мелкие, нежесткие, и они гораздо полезнее и вкуснее для того, чтобы употреблять их в пищу. Вот этот парник укрыт самым тонким укрывным материалом. Это 17-й номер. В первую очередь, что мне понравилось. Вот у нас сейчас вот туманы, холодные росы по утрам, и вот именно вот этот укрывной материал прекрасно защищает растения, то есть они не мокнут, не стоят у нас ночью, они не мерзнуты от этой влаги. И также еще очень хорошо защищает от вредителей, то есть здесь нет никакого ни колорадского жука, ни паутиного клеща, никаких там других, ни трипсов, ни гусениц, никого. То есть я считаю, что это очень прекрасный вариант. Конечно, днем я периодически открывала свои баклажаны, гуляли они у меня на сумочке, но на ночь всегда обязательно я их закрывала. Поэтому вот действительно, вот пришла я к такому выводу, что все-таки, да, на улице баклажаны удаются гораздо лучше и гораздо удачней. И буду я их теперь выращивать только таким способом. И, конечно, вот в первую очередь вот от этих вот двух гибридов я ни за что не откажусь. Они у меня будут теперь все время в любимчиках. Забыла еще, кстати, сказать вам, что, значит, летом, это один раз в июне и один раз в июле, я свои кусты опрыскивала фитоспорином для того, чтобы все-таки предупредить появление всевозможных грибковых заболеваний. Больше я, ну, в августе я уже не считаю нужным, что надо опрыскивать. В принципе, и так всего уже достаточно. Все равно скоро заканчивается сезон, и вроде никаких болезней, слава богу, у нас в этом году не наблюдается. Сейчас хочу набрать баклажанчиков для того, чтобы сделать еще заготовок, чтобы они у нас не перерастали. Как раз освободить немножко кусты, пускай остальные еще молодые завязи продолжают у нас развиваться. Друзья, так что хочу сказать, очень я довольна результатами этого сезона. Всем большое еще раз спасибо за ваши советы, за ваши добрые пожелания, за ваши комментарии. До новых встреч и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok